Подожди, всем, всем салют, всем салют, господи, я забыл как говорить, а еще я настраивал микрофон, только что минут 30, я забыл как, как жить, всем салют. Ой, что ж, сегодня я разберу каждого персонажа редкой редкости, и мы выберем лучшего из них после появления гиперзарядов и многих изменений баланса. Зачем я сделал этот ролик? Разумеется потому, что большинство популярных роликов на эту тему вышли еще тогда, когда редкости не были так поделены, и хроматические, и редкости на пути к славе еще существовали, но теперь их нет, а вот гиперзаряды крайне изменили мету. Не будем тянуть по геннале, даже без рекламы телеграм-канала. Ну а перед началом этого видео, порекомендую тебе зайти в мой телеграм-канал, там каждый день выходят новости о моем канале, о концептерстве, а также там вы сможете поддержать мой канал и мою команду материально, окупив мою подписку. Заходи в мой телеграм-канал, там всегда интересно, ссылочка в описании. Начнем с того, что я собирался объединить все редкости в одно видео, но во-первых, оно было бы слишком большим, во-вторых, я бы не смог разобрать каждого бравлера более конкретно, а на мифических и эпических персонажах мне бы тупо не хватило памяти при монтаже, подарить SD-карту. Ну и конечно, пять роликов это лучше, чем один. Кстати, помимо моего собственного мнения, крутость персонажа я определяла по голосованию в своем ТГК, обсуждению с друзьями, официальной статистике побед и в некоторых случаях, по мнению Шарка, концептера, у которого абсолютно точно отсутствует личная жизнь, но присутствует 50 тысяч кубков на аккаунте. А начнем мы с Ниты. Она набрала наименьшее количество голосов в моем опросе, да я думаю понятно, что даже при том, что ее медведь с пассивкой может легко уничтожить шейф, в других же режимах она далеко не универсальна, а в дальности ее атаки мало кто может позавидовать. Второе по голосам место с конца разделили Бул и Барли. Алка робота лично Шарк убрал сразу, не размышляя о его силе, да и большинство очевидно, что его здоровье ниже, чем у других метателей, а вот механика вообще не лучше. У него нет практически никаких сильных сторон по сравнению с другими бойцами этой редкости, или же другими метателями, хотя в хороших кругах он может показать какой-то результат. Бул в свою очередь удивительный боец на картах с кустами, выдающий огромный урон вблизи, но в реальном бою многие бойцы дальнего боя легко снесут его, и даже наличие гиперзаряда не сильно поднимает его по рангу силы, о чем говорит 49 место в статистике побед. А далее в голосовании Поко, необычный персонаж, хороший киллер, имеющий как супер, так и пассивки с гаджетами, позволяющие исцелять союзникам. В связи с этим его нельзя назвать плохим бойцом, но в конкуренции с другими редкими, сомневаюсь, хотя я уверен, что гиперзаряд на Поко сделает его просто сумасшедшим. Перед тройкой лучших, думаю, вы бы хотели уделить внимание Эль Прима. Начнем с винрейта, которая ниже была. 58 место, но при этом в голосовании он одерживает второе место вместе с Броком, но я все же думаю, что у него нет каких-либо очень хороших способностей, чтобы компенсировать свою дальность, ведь гиперзаряда он не имеет, а атака у него ближе, чем у Була. Тройка лучших. Брок, Кольт и Роза. Разберем каждого и почему двое из них не могут называться Бэст. Начну с Кольта. Это просто удивительный персонаж в умелых руках. Он способен убивать многих персонажей своими пулями, в том числе и дальников. Помимо этого, у него есть гиперзаряд, улучшающий его и так неплохой супер. Почему бы ему не стать лучшим? Тут многим зрителям этот аргумент может показаться очень и очень спорным и возможно даже неуместным, но в любом случае этот персонаж один из самых скилозависимых, поэтому обычному игроку среднего уровня будет очень сложно воплотить вышеперечисленные плюсы в связи с небольшим уровнем здоровья. Да, этот критерий я также буду использовать в своих роликах этой рубрики. Скилозависимость. Теперь разберем мой фаворит Брока. Это хороший персонаж, умеющий наносить урон даже через стены и поджигать землю. Его атака хорошо показывает себя на открытых картах, а супер не только наносит урон, но и раскрывает эти самые карты, что помогает ему в боях. Но без гаджета ранее будет очень сложно играть, а на закрытых картах его и вовсе может перебить большинство ближников, что подтвердило мне как Шарк, так и 71 место по статистике побед во всей игре. И что же по итогу? Роза лучший персонаж редкой редкости в Браул Старс. Именно она победила в голосовании, имея также 29 место по винрейту, и именно ее упоминали Шарк и Эш БС. Я согласен с этим решением, хотя изначально просто оценивая всех персонажей без раздумья, вряд ли бы так подумал о ней. Кусты ее лучшие друзья, но даже без них у Роза хороший показатель здоровья, прекрасная для закрытых карт атака, супер снижающий урон на целых 70% и конечно же гиперзаряд, убавляющий шанс на ваше выживание на все 68%. Это число из воздуха. Кстати, это просто небольшое отступление от темы. Если вы хотите проверить свое знание Браул Старс, вы можете пройти недавно созданный мной тест на 51 вопрос. Ссылочка на него в описании, а также в моем телеграм канале. Я создал его просто по фанчику и решил упомянуть о нем в ролике, вдруг кому-то нужен. Что ж, на этом все. Роза стала лучшим бойцом редкой редкости в моем ролике. Согласны ли вы с этим? Пишите свое мнение в комментарии, может я что-то упустил? А также ставьте лайки, если понравился ролик и подписывайтесь. Ведь скоро выйдут части и на другие редкости. Всем пока, а я пойду осознавать то, что мой голос просто убился. По сравнению с прошлым роликом, я не знаю как озвучивать дальше. Продолжение следует...